Привет зритель, ставим лайк и поехали. Человеку свойственно соревноваться, большинству из нас хочется в чем-то быть лучше остальных или даже установить свой собственный рекорд. Некоторым это удается и они становятся знаменитыми. Большая победа. В октябре 1916 года на стадионе Грандфилд в Атланте был установлен необычный рекорд – самое большое поражение. Если быть точнее, поединок двух студенческих команд Georgia Tech Engineers и Cumberland College Bulldogs закончился победой первых с невероятным счетом 222-0. Катышки из пупка. Австралиец Грэм Баркер, который с 1984 года вдохновился сбором комочков шерсти из собственного пупка, дело было ночью, когда мужчина внезапно обнаружил в своем пупке комочек шерсти и положил его в банку. С тех пор он стал обследовать свой пупок ежедневно, собирая все найденное там в большую банку. За 26 лет он сумел насобирать три большие банки разноцветной шерсти и не собирается останавливаться на достигнутом. Удар молнии. Во многих культурах существует выражение про молнию, которая не бьет в одно место дважды. Однако Рой Салливан легко поспорил бы с этим заявлением, ведь в него молния попадала целых семь раз. Это происходило в период с 1942 по 1977 год, когда Рой работал смотрителем национального парка Шенондоа. Все случаи были зафиксированы медиком парка, а сам Салливан утверждал, что он с детства словно магнит притягивает молнию. Первый близкий контакт с молнией произошел у мужчины в раннем детстве. Мальчик косил траву, когда молния ударила прямо в металлическую часть косы. Вместительный великан. Французский рестлер Андре Рене Русимов страдал болезнью акромегалия, в народе гигантизм. Из-за этого мужчину можно было назвать настоящим великаном. Его рост составлял 224 сантиметра, а вес переваливал за 240 килограмм. Однако проставился Андре вовсе не ростом, а своим пристрастием к горячительным напиткам. На одном из вечерних шоу Дэвида Леттермана мужчина признался, что однажды выпил 119 банок пива за 6 часов. Это заявление можно было принять за хвостовство, если бы не множество свидетелей, которые подтвердили этот факт. Самая продолжительная икота. В возрасте 28 лет Чарльз поднимал огромную тушу свиньи весом 159 килограмм и упал. Все бы ничего, но после случайного падения у парня началась икота, которая длилась в течение 68 лет. Справиться со столь продолжительным приступом не помогало ничего. И редакции на вейт.ру остается только посочувствовать несчастному. Со временем Осборн привык к своей особенности и стал вести обычную жизнь. Мужчина дважды был женат и успел обзавестись восемью наследниками. Представьте себе, каково же было удивление Чарльза, когда икота прекратилась. Она отступила так же внезапно, как и началась. Произошло это в 90-м году. К сожалению, после чудесного выздоровления мужчина прожил всего несколько месяцев. В том же году он умер от язвы. По предварительным подсчетам, за 68 лет Чарльз икнул не менее 595 миллионов раз. Сильные уши. Некоторые люди славятся своим умом, другие – красотой. А вот Лаша Патрая из Грузии известен своими сильными ушами. С их помощью 28-летний мужчина успел установить целых 7 рекордов. Впервые он заявил о себе в 2003-м, протянув ушами микроавтобус весом 2350 килограммов на 48 метров. В 2006-м Лаша поразил всех, протянув два микроавтобуса весом 4,5 тонны на 41 метр одним левым ухом. Самым большим достижением мужчины, точнее его левого уха, стал рекорд, который он установил, протянув 8-тонный грузовик на 21,5 метр. Ловкие руки. А вот ирландец Шон Мюррей прославился благодаря своим ловким рукам. С их помощью он сумел расстегнуть 91 бюстгальтер за одну минуту. Рекорд был зафиксирован и попал в Книгу рекордов Гиннеса. Огромный шар. 27-летний Джоэл Уолл, работая на складе интернет-магазина бытовой техники, начал собирать резинки разного размера и скручивать их в шарик. В 2009-м году он попал в Книгу рекордов Гиннеса, создав самый большой шар из канцелярских резинок. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно, странички в Инстаграм и Фейсбук, ссылки в описании.